Мэр Новосибирска Анатолий Локоть продолжает проверять качество работ по благоустройству внутриквартальных территорий. В этом году муниципалитет выделил в четыре раза больше средств, чем в прошлом. Сегодня глава города посетил Пашино. Подробности в репортаже Александра Потенихина. Все лучшее дворам. Работы по благоустройству проводятся не только в центре Новосибирска, но и на его окраинах. Например, здесь, в Пашино, дорога раньше напоминала фронтовую после боевых действий. Символично, что жилмассив находится рядом с военной частью. Из муниципального бюджета выделили средства для ремонта. Теперь здесь не только новый асфальт. Проездная часть и парковка. Ремонтаж, потом новая установка бордюр. Парковку сделали, настелили новую щебеночную. Все покрытие асфальтным и новый асфальт закатали. И пешеходную дорожку сделали с нуля. Работы стартовали еще в мае. На все выделили 6 миллионов рублей. Благоустройство здесь – наказ избирателей депутату горсовета. Народные избранники не только занимаются исполнением пожеланий жителей, но и контролируют качество работ. А оно вызвало много вопросов к подрядчику. Особенно парковочные карманы. Все, что сделали не так, уже исправляют. У нас были претензии именно к парковочным карманам, что они были сделаны некачественно. Ну, подрядчик отреагировал адекватно, мы сказали, все исправляется. А здесь как внимательнее, есть конкурс, конкурс, там одна цена. Нужно просто в процессе работы все это отслеживать, что мы, в общем-то, и делаем. Работать по принципу мультипликационного ВОВКИ и так сойдет. Для подрядчиков себе дороже. На благоустройство действует гарантия – три года. Поэтому сделать сразу и дешевле, и практичнее. Естественно, мои подчиненные, все сотрудники, те, которые работают по этим программам, по программам благоустройства, по программам БКД, я имею в виду безопасные качественные дороги, они очень строго все следят за этим качеством. Сейчас территорию этого микрорайона в Пашино, которая раньше принадлежала Министерству обороны, передают на баланс муниципалитета. Но состояние дорог далеко от идеального. Ремонтировать их будут уже за счет городского бюджета. Александр Потенихин, Денис Савинский. Новосибирские новости. Продолжение следует...